Всем доброго времени! Ребят, у нас сегодня на обзорчике интересная игра из молодости многих, в том числе моей. Игра называется Panther для компьютера 8-битного Atari. Многие на стриме рекомендовали эту игру пройти. Я все-таки перенастроил уже управление по-нормальному. Я нашел, где в Алтере в обумляторе перенастраивается. Кому интересно, кстати, я подскажу, как настроить это все. Давайте заново начнем. Так. Короче, здесь, видимо, надо собирать всех человечков. Вот этих вот. Правда, музыка такая громкая. Но, ребят, я не буду кричать, я видео пишу ночью. Одного мы пропустили, там. Так. Так, я разобрался, что такое за летающая тарелка, вот, вверху. Очень, наверное, справа-справа вот такой значок есть и окошко. Слетающая тарелка. Ребята, я не совсем разобрался, что такое еще. Ну, нас, ну, нас, конечно, только у нас хотят взорвать от определенного. Смотрите, сколько уже вражин тут поналетало. Так, смотрите, как это он. По-хитрому он летит. Засранец. Засранец. Ну, в общем, чем-то эта игра похожа на Брю Мэкс 2001. И даже музыка чем-то очень похожа. Ух ты. До сюда я точно не долетал еще. Что тут делать, ребят? Я без понятия. Сильно не критикуйте. Я вот в игру играю реально первый раз. Я не знаю, что тут надо делать. Мне просто подсказывали на транслиацию, что нужно собирать вот этих чувачков. Мы уже 11 собрали, уже 12, 13, 14. И куда-то их надо, видимо, посадить. Будет я, честно говоря, тоже без понятия. Смотрите, я даже неплохо стреляю. Что-то вот залетающая тарелка вот. Странно, странно. Непонятно. А, так мне еще и сзади могут стрелять, оказывается. Вот как, по-хитрому, а? Чуть-музыка, ребят, напоминает произведение Карстана Коха. Очень сильно напоминает. Я не знаю, он прям, мне кажется, что даже, возможно, он его приложил в руку. Или... Ну, очень похоже. Ну, кто не знает, Карстан Коха, это известная мелодия. Есть. Почему он называется? Ну, есть Blueberry. Двенадцатиминутная, по-моему. А есть еще одна. А... Ч... Ч... Я почему запомнила... Эту мелодию. Э... Был видосик по разгону процессоров когда-то давно. на жутком азоте. И там играла эта музыка, ребят. Я, честно говоря, я... Я подзабыл. Эта мелодия к голове крутится. Ну, вообще, игра, конечно... Мне кажется, что она офигенная. Даже для... По меркам Atari. Так... Как-то, как-то, что-то, как-то они меня прям не любят. Смотрите, в спину стреляют из-за экрана. А, вот, сейчас слева радар. Почему-то я на радар небольшое внимание. Ну, здесь, вроде как, игра не на время, а то уже радует. Так, а тут какие-то базы есть. Я не знаю, как тут уворачиваться, куда-нибудь в гоф стреляют. Они тупо в бочину стреляют. С управлением здесь, конечно, не однозначно. А, ракета, 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 да. Я вспомнил, ребят. Все, я вспомнил. Точно это... Точно у нас эта игра была. И мы, когда доходили до ракет, обычной ракеты никто еще не смог проходить. Ну, не смог пройти у нас. У нас эта игра была именно на 15-копеечных игровых автоматах. То есть, ни в каких игровых клубах я ее не видел. Люди просто приходили, закидывали денежку. Вы играли там на время, по-моему, 2 минуты было 15 копеек советских стоила эта игра. Ну, давайте попробуем еще разочек. Странно, а как же тут... Как же тут выжить так прям? 22 человека мы спасли в первый раз, да? Я даже не знаю, вот... Пожалуйста, напишите в комментариях, есть ли тут смысл быстрее видеть или нет, или не видеть. Что вообще зависит от этого? От скорости полет в нашем? А знаете, на что враги похожи? Они похожи на эти, на... 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 ... приспособление для жарки тостеров. Какие-то там... Микроволновки летающие. На! Смотрите! Хрен, на падежник! Какими-то крестиками стреляют, странами! это зараза ладно а как а как тут можно вернуться давайте заново начнем я хз я хз просто я не совсем еще понял тут суть интересно что залетающий тарелку это вот под жизнями это количество врагов слева ротар а справа напишет сколько врагов на мешают они на все прям совпадает теперь понятно я так понимаю мы спасаем людей то есть какой-то видимо шахты что ли камикадзе сраный камикадзе но не улетели вообще конечно хотелось бы эту игру пройти потому что она мне кажется интересное но в эту игру в этой игре нет и раскупом и 22 давайте новая локация видимо город нет я даже не ребят не знаю как есть локации меняются рандомно или подряд одинаковые 2 будет ребор что смотрим враги короче со временем видя снова не стоит они становятся более бешен вот это взрывается интересно они будут не буду пробовать пока зачитать зачики тут дают уже не только интересно я хотелось бы конечно в любых все только одна жизнь поэтому там есть там был смысл напрягать как бы скиллы четыре смотрите я уже до хрена их набил два раза два раза два раза два раза ну собственно здесь у нас у нас имеется только пулемет никаких бомб нету то есть ничего тут ничего тут бомбить получается не нужно будет но и и и и и А, видите, еще и высоту подстраивают под меня. Ну, как же тут от него вернуться-то? Получается, что никак. Что, будет стрелять в спину мне? Ну, никак здесь, ребята, вернуться невозможно. Блин, обидно, обидно, обидно. Я уже почти 20 тысяч набрал, да? Ну, давайте попробуем еще разочек последний. Попытаемся пройти куда-нибудь подальше, хотя бы до города. Я так понимаю, у этой игры сплошной рандом и на появление врагов, и на появление вот этих... ...человечков, которых надо собирать. Может, я тут вы что-то тут не понимаю, но я просто не вижу тут... ...не вижу других, как бы, вариантов прохождения. Ну, единственное, что я точно понимаю, это то, что чем дальше ты проходишь игру, тем враги становятся более агрессивными и меткими. Какие летающие тарелки, летающие тостеры, тостерницы. Да, ну, блин, ну, сколько тут поделаешь? Что вот это... что вот это здание? Вот, около железной... дороги. Что оно означает? Может, туда сесть надо было? А может, не надо было? Ребят, я без понятия. Надо было же-таки куда приземлиться, посмотреть, что будет. Что-то, брал. Толпу целую. Ах ты, елы, пала. Опять. Черт, прям не ведет мне. Ну, тут еще ардар не показывает, где будут, где будут вот эти наши человечки. Так, тут вообще вернуться было невозможно, вообще никак. То есть тут даже скиллы, получается, от моей абсолютно не играют никакую роль. Ну, по-крайней мере, в этой игре музыка приятная. Ну-ка, вот как от них вернуться? Каким боком, раком, я не знаю, даже. А-а-а. Ну, от них можно улететь, я так понимаю, иногда. Ну, зараза, смотрите, задец стоит и стреляет. Ух ты, я одного зафигачил. А-а-а, что тут, что тут, что тут можно было прикреплять? Вообще ничего. Абсолютно ничего. Здесь очень ограниченная область передвижения в этой игре. Область передвижения здесь прям... Ну, никакая она, никакая. Ну, давайте все-таки еще разочек попробуем. Попробуем. И я тогда приземлюсь около этого здания. Может, туда надо кого-то будет высаживать? А может, не надо, ребят, я не знаю. А, кстати, ребята, я сделаю голосовалочку сегодня еще на канале. Пожалуйста, заходите, оставляйте свое мнение. Если вам, конечно, интересно смотреть мой канал, мои видосы. Так, атак, вейф-дестроит. Ну, это понятно, то есть я уничтожил волну. О, вот этих пришельцев или что-то такое? Да, ну как, ну, вейф-дестроит. А, ну? А, ну? Если она не происходит. То есть, не было смысла туда всадиться. Да, блин, ну как-то, 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 как-то слишком имя быстро убивает. Даже не знаю почему. Не зависит в этой игре абсолютно от моей реакции. То есть они могут тупо на пробом, как Камикадзе, тебя завалить. Видите, движение ограничено. Нельзя, нельзя право. Нельзя вправо и и влево. Далеко. Какого я получу? Ну, это не есть хорошо, конечно. Поэтому игра такая на любителя, специфическая. Ну, я вот как успел даже собрать. Ну, ты за сратицей какой-то. Давайте еще попробуем. Еще раз претерпеться, видите, ребят, абсолютно. Взорвался об стол. Ерунда, ерунда, какая-то ерунда. Ну, я просто проверял. То есть стол, оказывается, тоже дамажит. Я думал, что это просто как, как типа невидимая текстура будет. Бета. Я правда не знаю, что это значит. Бета, альфа. Это просто название. Название вот таких вот как бы. Эскадрильи вражеских. Ну, одного не взяли чувачка. Что делать? Камикадзе. Ну, ну, тут невозможно, невозможно будет играть. Еще плюс у той игры, то что она довольно-таки плавно идет. Даже слишком плавно. В режиме NTSC мы играем на 70 фпс. Я управляю только клавиатурой. Ребят, я на джорсики не играю на Atari. По-моему, я еще ни одну игру не проходил на джорсики на Atari. Только на БКшке. Мне на клавиатуре удобно играть. Сейчас будет глазам озолить. Летающие блинчики. Ладно, тут, короче, он обиделся, улетел. Летающие микроволновки. Давай. Не знаю, хорошо играли плохо, но вот как умею. Правда, музыка уже подзадрала малость. Бешеные гуманоиды. Не взял. Но нет смысла приземляться, меня сразу же там расстреляют. Включ다. Йота какая-то уже. Йота, шмёта. Давайте хоть одного, хоть одного заберём. И вообще они реально бешеные. Отлично. Ух ты! Первый раз такое вижу. Платформа какая-то посреди воды. Ещё такого, ребята, у нас не было. Чё-то новенькое. А как их уничтожать, если они прямо напротив меня летают по моей траектории? Летающие буханки хлеба. Единственное вкус, что у меня четыре жизни ещё есть. Всё, ребят, меня захринячили. А как? Как тут уворачиваться? Я не понял, а как тут играть? Это ж слишком быстро. Ну, я не знаю. Тут надо, видимо, какая-то супер скорость, супер реакция, чтобы от этих ракет уворачиваться. Ну, тем не менее, ребят, мы дошли до города. Кому понравился видосик, ставьте лайки. Ребят, пишите комментарии, например, как пройти город. Потому что я пока не знаю, я не могу сообразить. Слишком всё быстро работает. От ракеты вернуться я не вижу какой-то возможности. Видимо, тут какая-то, наверное, нечеловеческая реакция. Хызы. Ну, вот такой был, ребят, видосик. Ещё раз ставьте лайки, подписывайтесь, кто смотрит гостем. У нас будет на Атаре много разных прохождений. Желающе поддержать канал Донаточка. Ребят, ссылки в описании будут по вашему желанию. Никто ничего не требует, естественно, на ваше усмотрение. И всем хорошего настроения. Спасибо.